всем привет продолжаем изучать эликсир и сегодня сегодня продолжим мы тему процессов рассмотрим некоторые нюансы как мы можем еще работать с процессами и так я уже запустил интерактивную оболочку подготовил небольшой код и небольшие комментарии и так и так и так и так прежде чем говорить и тестировать код сделаем одно маленькое замечание первое процессы у нас работают в синхронном режиме то есть то есть то есть когда мы запустим множество процессов мы не знаем какой из них выполнить свою работу раньше в отличие от синхронных наших классических программ например вот у меня есть функция your guess то есть у нас в начале первая строчка срабатывает потом вторая потом третья то есть вторая никогда раньше первой не сработает то есть это мы подразумеваем под синхронным в свою очередь процесс еще раз работают в синхронном режиме но 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 сообщение которое мы ему посылаем мы их обрабатываем скажем так в синхронном режиме поскольку ящик почтовый у нас организован в виде очереди то есть первый вошел первый вышел таким образом у нас процессы обрабатываются входящие сообщениям и так 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 также а теперь собственно давайте начнем тестировать для этого мы загрузим наш модуль проект отлично подгрузили и так и так и так и так что я хочу я хочу для начала вот вызвать вот эту функцию только в процессе отдельным и затем немного с ней поэксперимизировать пишем пит хотя я вот здесь вот уже написал давайте воспользуемся своей подсказкой значит так в прошлый раз мы использовали спаун и в качестве параметров мы передавали сразу функцию здесь мы используем функцию спаун другой арности и как мы видим здесь первым параметром идет имя модуля вторым параметр идет имя функции но имя функции у нас передается через атам и третим параметром у нас есть лист лист аргументов в данном случае у нас один аргумент и здесь и мегами если бы здесь был бы список то соответственно нам здесь надо было отобразить соответствующим порядком окей запускаем вот мы запустили наш процесс пара дерева вот у него такой вот ему индификатор был присвоен дальше для удобства для удобства то есть смотрите допустим наша 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 программа она достаточно большая но мы хотели бы обращаться к данному процессу с разных точек но каким образом мы могли передавать не совсем понятно и здесь нам приходит на помощь следующий инструмент мы например можем процесс регистр регистр передаем им наш пит и потом связываем с каким-то именем допустим name то есть теперь мы можем из разных точек программы обратиться к нашему нашему процессу смотрите смотрите то есть давайте вот наш абсервер старт чтобы что мы сделали мы взяли так какой там у нас номер номер 105 и мы взяли 105 привязали к имени нейм имя здесь важно важно подметить через атомы создается окей теперь 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 мы можем отправить какой-нибудь и ему сообщение так так но мы сделаем сейчас немного другим способом мы например что сделаем вот у нас пит оболочки такой 97 давайте мы ее убьем убили и сейчас мы покажем что мы все равно можем обращаться данному процессу то есть используя лишь имя то есть как будто бы мы бы из какого-то запускаем из какого-то места где у нас нет возможности достучаться вот до этого пида то есть если мы сейчас допустим пит 3 получим то мы вернее захотим обратиться к вот этому пит 3 который у нас здесь был а здесь другое скажем так пространство имен и данная функция здесь не определена то есть как будто мы обращаемся раз как будто мы пытаемся обратиться из другой точки программы где наш пит напрямую не доступен но мы зарегистрировались по имени наш наш процесс живой так что давайте сейчас ему отправим сообщение с помощью функции сен используем на сервис не пит а имя и допустим отправим любое любое сообщение я хоть в прошлый раз и вам не говорил но сообщение может быть абсолютно любым абсолютно любым то есть любой терм любой годный терм эликсировский потом мы его просто паттер матчем и выполняем соответствующую функцию но в данном случае мы у нас один случай и он у нас принимает все все возможные варианты то есть что мы здесь ожидаем увидеть мы ожидаем увидеть о-ла-ла о-ла-ла и мы его поскольку о-ла-ла за процесс запускали с имени с параметром дима о-ла-ла дима мы соответственно ожидаем увидеть вуаля что и ожидалось поскольку наш процесс сейчас отработал он умер он умер то есть мы его сейчас уже здесь не можем найти 105 у нас был окей 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 что я тут хотел показать а пока хотел я еще показать следующее вот наш процесс умер до но это но это не запрещает нам посылать сообщение но есть здесь два два важных замечания давайте я сперва покажу простой вариант давайте снова зарегистрируем так снова отправим я не за подожди подожди я сейчас зарегистрирую регистра регистра вот я зарегистрировал сейчас я снова отправлю им сообщение вот все сработало теперь теперь то есть что я сделал я зарегистрировал запустил процесс зарегистрировал отправим ему сообщение и он умер теперь я хочу смотрите я хочу по по пиду по пиду да вот по пиду я как будто бы я не знаю что он мертв но это ничто не мешает мне отправить ему сообщение допустим я отправлю сообщение то есть я сообщение отправил но данного процесса у меня на самом деле же не не существует пишем пид а лайф петри и вуаля то есть процессы не существует но сообщение вы можете все равно отправлять они отправляются скажем так никуда они никак не обрабатываются то есть в черную дуру скажем так уходят и все но 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 если бы сделали бы то же самое по имени то есть смотрите по имени то у вас выскочила бы ошибка у вас выскочила бы ошибка то есть когда вы отправляете по пиду вы можете отправлять в любом случае но по имени то есть это некорректный аргумент то есть это о чем говорит что когда вы создаете давайте еще раз создадим этот же самый процесс и свяжем его то есть когда вы создаете процесс и связываете его с каким-то именем так мы его связали 5,1,9 вот с именем если этот процесс умрет и даже если мы его восстановим даже если мы его восстановим имя не восстанавливается имя не восстанавливается во-первых и во-вторых если процесса с именем таким нет то соответственно у нас как мы видим ошибка ошибка давайте что имя не восстанавливается мы свяжем наш нашу оболочку процесс регистр то есть пишем вот наш пит и допустим мы main назовем его main сейчас мы увидим что мы связали 3,4 вот наш наша оболочка 3,4 и давайте мы ее сейчас убьем мы знаем что наша оболочка она рестартнется то есть вот произошел рестарт и ему присвоится новый пит то есть 8,5,3,1 но но имя потеряется имя потеряется то есть видите здесь стандартное стандартное дефолтное имя скажем так вернее не дефолтное то есть имя или initial function initial function данному процессу но если процесс умер то по имени вы будете получать ошибку что 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 а следующий нюанс я покажу вам покажу на следующем теперь рассмотрим то есть вот это наш был классический вариант когда мы выполняем только один раз и наш процесс умирая но мы обычно хотим чтобы наш 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 процесс имел возможность работать 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 постоянно то есть он принимает какое сообщение и готовится снова принимая сообщение и снова выходит смотрите я здесь создал функцию которую мы будем использовать для того чтобы проиллюстрировать данную идею что эта функция делает во первых она принимает некий pit pit это тот pit or хотя ладно не буду тут меня перейдется в других местах окей смотрите pit или имя она принимает да у нас так то есть мы можем ведь сообщение посылать не только по pit но и по имени смотрите вот мы взяли берем этот pit этот pit у нас будет тому кому мы собираемся ответить потом у нас стандартный receive блок идет то есть мы готовы принимать некоторые сообщения данная функция в целом будет у нас скажем так отвечать за некие возможные математические операции причем я здесь еще создал две дополнительные функции это new pit то есть мы устанавливаем новый pit то есть меняем адреса тогда либо я еще здесь close скажем так еще один создал где 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 мы что сделать можем просто завершить скажем так работу то есть не продолжать не продолжать завершить работу вот таким вот способом и у меня еще есть последний вариант это когда все другие типы сообщений я просто пропускаю как организуется у нас процесс постоянной работы очень просто через рекурсию то есть вот допустим у нас принимается сообщение возведи степень и мы мы во-первых отправляем ответ адресату который мы передали и потом вызываем функцию саму же себя то есть функция продолжает работать соответственно процесс который обслуживает данную функцию продолжает работать давайте проэкспериментируем но каким образом мы это сделаем мы мы здесь будем передавать не пит а будем передавать имя для этого нам нужно мы будем работать с оболочкой для начала мы ее свяжем self нет я хотел знаете как делать я хотел процесс я хотел показать некоторые нюансы когда мы работаем именно с именем то есть с питом мы уже знаем что если процесс с таким питом не существует то сообщение мы можем посылать да и все нормально будет отрабатывать просто сообщение никем не будет обрабатываться я хочу показать именно значит теперь регистрируем наш нашу оболочку с именем main вот мы зарегистрировали вот она у нас вот 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 name main 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 да теперь я хочу я хочу я хочу вот этот count 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 только я здесь передам не пит а именно name ой main какой какой name main так то есть предполагается что я буду отдавать то есть я буду посылать сообщение в нашу оболочку обратно используя имя породили процесс давайте его свяжем с какого с какой нибудь с каким нибудь имем значит регистр здесь P2 и допустим давайте супер супер м супер мат то есть супер м зарегистрировали теперь давайте проверим так вот наш супер м и main 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 теперь что я сделаю я для начала давайте просто проверим работу классическую да отправим нашему супер м то есть покажем что у нас в действительности все корректно работает и что мы можем многократно использовать данный процесс а не как предыдущий только один раз отрабатывал и умирал то есть отправим сообщение например посчитай нам минимум то есть мы кортеж вот такой вот 33 44 и окей у нас вернулось почтовый ящик оболочки мы проверим с помощью функции флаж и валя 33 естественно 33 меньше чем 233 теперь давайте еще одну давайте теперь макс макс и снова через флаж 34 увидим окей то есть наш процесс он продолжает жить как ни в чем не бывало так это мне нужно закрыть именно за счет вот этой вот рекурсивной рекурсивного варианта к слову к слову к слову вот этот рекурсивный вариант мы могли бы например использовать для для передачи скажем так некоторого состояния то есть мы могли например здесь завести какое-то состояние которое нам необходимо для работы да и просто его передавать каждый раз или обновлять если нам нужно это делать то есть скажем так своеобразный паттер аккумулятора здесь мы могли бы использовать окей а теперь зачем я собственно именно имена их использовал смотрите мы возьмем и опять оболочку убьем оболочка у нас main мы убили теперь что произошло но у нас сейчас новое новое новый пит сбросилось имя то есть не существует такого не существует мэйна к слову main можно попросить по функции where is допустим давайте сперва вернем superm то есть superm вот видите совпадают а теперь попросим наш 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 main нил вернется потому что такого процесса нет не существует то он умер у нас то есть мы оболочку убили и у нас оболочка восстановилась но под новым процессом но наш это вот этот процесс не знает в нем сейчас сидит в нем сейчас сидит значение main то есть вот этот bit from там сидит значение main и теперь давайте мы снова ему отправим сообщение попытаемся его спросить и что мы видим там произошла ошибка но что еще удивительнее ну как удивительно процесс умер процесс умер процесс умер name это у нас совсем другое процесс superm умер его больше нет понимаете да то есть если происходит какая-то ошибка в постороннем процессе то происходит сбой и он умирает и эту ошибку нам как-то нужно обрабатывать для этого в принципе существуют у нас супервизоры но это скажем так это относится уже к библиотеке Ирландовской ОТП мы рассматриваем сейчас процессы то есть процесс если в нем какой-то сбой он умирает и в принципе это нормальное поведение то есть нет смысла посылать когда он не знает куда посылать повторюсь если бы там бы у нас использовался бы имя и пит то все бы отработалось бы нормально просто бы сообщения посылались бы никуда хорошо 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 значит вот вот такие вещи мы теперь умеем делать так 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 вроде вроде бы все что я хотел рассказать рассказал по крайней мере основные моменты нам здесь как нужно было бы поступить там чтобы вот этого не было нам нужно было либо trycatch там завернуть либо его под супервизор процесс отправить либо нам нужно было взять и изменить пит то есть нам нужно было предварительно отправить сообщение new пит и как мы видим здесь также рекурсивно возвращается но уже бы содержался бы новый пит то есть он бы знал куда отправлять вот такие дела что ж что ж в следующий раз мы затронем тему макросов и метод программирования see you next time